Такую зеленую красавицу можно сделать буквально за пару часов. Сувенир несложный. Все, что понадобится для его изготовления – картонные заготовки, деревянные палочки и бумага для оформления. Берем несколько картоночек, между собой склеиваем, вставляем палочку, обязательно палочку обматываем. Можно бумагой, можно вот такой вот ленточкой. То есть не видно, что это палочки будут. Это лента специальная для цветов, для рукоделия. Кто этим занимается, знает. Кто не занимается, можно спросить. Но вообще можно и бумагой завернуть. То есть если для деток, обыкновенная бумага для творчества. Если мы решили елку сделать зеленой, то, чтобы не просвечивало, мы берем и обматываем зеленой бумажечкой для творчества. Готовую елочку нужно поставить в чашку и закрепить с помощью клея или пластилина. Декорировать ее можно чем угодно – пайетками, гирляндами и даже сшить новогодний наряд из ткани. Своими руками можно сделать игрушки для настоящей елки. Второй такой хрюшки-снегурочки нет ни в одном доме. На ее создание уйдет два дня. Обычную тканевую игрушку нужно загрунтовать и раскрасить. Последний этап – закрепление лаком. По словам Надежды Ивановны, сувенир прослужит долгие годы. А эти шарики из пенопласта почти не отличишь от магазинных украшений. Для их создания нужна лишь круглая основа и капля фантазии. Не забудьте о подарках для друзей. Набитые синтепоном сердечки, сделанные с любовью – отличный сувенир на любой праздник. Во-первых, можно на елку также повесить, потому что это праздничное. Во-вторых, это на любой праздник можно. На 8 марта можно. Это уже украшение немножечко другое. Приятно подарить. Можно ее сделать с кармашком и положить туда пожелания, шоколадку. Куклы, декупаж, вышивка. По словам Надежды Оленюк, она перепробовала почти все техники. Рукоделием начала заниматься на пенсии. С удовольствием дает мастер-классы. Как считает Надежда Ивановна, весь дом можно украсить сувенирами, созданными своими руками. Нужно лишь прислушиваться к фантазии и не бояться новых идей. Никита Бойко, Ксения Сипко, Михаил Григорьев. Анапа. Регион.